Слава Христу 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 Ты назов, ты назов его свежи. Друг мой бедный, где блуждаешь, Где напрасно ты страдаешь, Мрак в душе твоей сильней. О, мой друг, о, мой брат, Левнись скорее, тихо в небе Песни льются, то рыданья Вдруг прозвутся, это слезы Друг Творца. За тебя, за тебя и за меня С умрак ночи опустился, Ты сегодня не молился О, сломни пред ним главу, И скажи, я многое стою. Так и в веры украсает Песни мира забирают Нет надежды, нет любви О, мой брат, о, мой друг, О, где же ты? Нет надежды, нет любви О, мой брат, о, мой друг, О, где же ты? О, а где ножницы? Все, а что такое ждет? Я хочу, как вывезти, Это вот, чтобы в кармашек вставлять. Вот, допустим, у вас в кармашек Да, я не буду вставать. Вешать, вешать. Я хочу свой вариант, А в том, как будет лучше, Хуже, мы решим. Это же вариант тут. Ну, а зачем, чтобы помочь? Еще только в кармашек. Вот это вот, чтобы вставлять, Как слабо, не надо. Да, чтобы в кармашек вставлять. Это мне надо. Полностью записано здесь, и здесь два слова. Все, ничего не надо уже, Два слова, чтобы были записаны здесь. Садись. В тот раз что было? Что было? Ну, вы, сказал, выйди оттуда, ты большой. Что, забыли? Опять ли у меня туда? Вы же знаете, я не поймешь. Я вот тут в уголочке сижу тихонько, как труб, и все. Чем вылазит на этот бус, он непонятно не знает. Ты так не говоришь. Скажи, как Вася. Не дай Бога. Не хочу быть такой. Что такое? Ну, что-то то большой, то маленький, то мелкий, то тихий, то громкий. Да все на Васе сейчас. Зрячий, то слепой. Не пойму, что ты пасешь. Не ровно, не дышишь. Хорошо, когда разлабраешься. Так вот она, это чрезмерная любовь. Мерцвящая любовь. Мерцвящая любовь. Наоборот, она обращаетесь. Да прям. Не все. Не трогай, ползейки. Да нет. Удушающая любовь. Мерцвящая любовь. Удушающая любовь. Да, вот, вот. Валя, правильно. А учитель нам гроб. Послание Аиосаи, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Послание Святого Апостола Павла к римлянам. 14 глава. 7. Мы закончили 13 стих. 14 стих. Повтори 13 стих. 13 стих. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая к преткновению и соблазну. 14 стих. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самого нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Толкование. Научив, что не должно укорять немощного, учит, наконец, от пищи наставляет слабейшего, не бояться и не страшиться ее, как нечистой. Я знаю и уверен, не по человеческим умозаключениям, но в Господе Иисусе, то есть, быв научен и удостоверен Господом Иисусом, что нет ничего в себе самом нечистого, то есть, нет ничего нечистого по природе, но делается нечистым от произволения употребляющего. Для него одно иск верно и нечисто, а не для всех. Вопрос у меня такой. Так можно приблизительно посчитать, сколько мы уже об этой еде говорим? Невозможно. Да ежедневно. Нет, я не про то, я вот про то, что апостол Павел, вот сколько уже это мы говорим об этом? Уже третье занятие, или четвертое мы опять одно и то же. Возникает такой вопрос, почему апостол Павел так много своего драгоценного времени уделяет именно этому вопросу о чистом, нечистом, о языческой еде, о жертвоприношении и о заповедях Божьих. Болезнь была. Кто хочет ответить? Пожалуйста. А это не случайно совершенно, потому что все мы здесь живем, на этой земле, именно по этой причине, по причине еды. Потому что первая заповедь в раю Адаму и Еве была дана какая? Не вкушай! Через вот это вкушение, через явство и погубили Адам и Ева себя и нас, в том числе, которые мы, потомками которых мы являемся. Поэтому не случайно говорится об этом. Но сейчас мы имеем другой закон, и для нас нечистого, в принципе, ничего нет. Мы знаем из Священного Писания, из Нового Завета, когда апостолу Петру явлено было это полотно со всеми гадами, присмыкающимися, и было сказано, что Бог очистил того, не почитая нечистым. Все чистое. И Господь действительно, ну все сотворенное. Вот кажется, смотришь по интернету, вот такие скверные, казалось бы, на вид вот существа, вот они настолько неприятны взгляду. И вот смотришь, этого Бера Грилса, и он из этого, из этой личинки, он используется для себя, этот протеин, который даст ему возможность выжить в этих условиях. Ну и Господь же сотворил это все. Он Господь, все, что сотворено Богом, оно прекрасно, удивительно, и достойно восхищения. И он тут же, вот вчера смотрел буквально его, Бера Грилса, выживание в Амазонке. Он в этих джунглях, где ничего такого интересного вроде и нету. И он увидел цветок. Он говорит, кому нужен этот такой красивый цветок, здесь вот в этих джунглях, кто на него смотреть будет, кто ему будет восхищаться. Но Бог сотворивший, он прежде всего Бог, это и вот, само по себе это вот то, что все сотворенное Богом, оно чисто и прекрасно. Поэтому вот сейчас мы читали, не чисто, но может быть только для человека, который почитает нечистым. Но почитает почему? Вот это же другой вопрос. Заметил я вот тут странность, сам вопрос задал, и сам вот сейчас только заметил, раньше не замечал. Ну, получается так, что Господь дает заповедь человеку, именно заповедь еды, для того, чтобы проверить любовь к себе. То есть, все-таки, он же ходил по раю, беседовал с Адамом. То есть, получалось так, Господь не знал, то есть, Адам, он любит его или не любит? И до какой степени любовь простирается в его душе к Господу? И он дает вот эту заповедь. Еще изначально он ее дал. Господь. И теперь заповедь о еде оказалась. Теперь дальше, когда он выбирает Бога избранный народ, опять дает заповеди, опять заповеди есть там о еде. То есть, не вкушать там, из птиц, не вкушать из рыб, не вкушать из животных, таких-то там, раздвоенные копыта, все еще смеются, что, вот, говорит, заяц, у него, говорит, копыта не раздвоенные. Ну, и безбожники смеются. А что, говорит, у заяца копыта есть? Ну, назвали копытом его, у него действительно такая нога, ее не поймешь, что это такое, то ли копыта, то ли там копки, потому что у него такие крепкие они, очень сильные. Поэтому, однако, его тоже вкушать нельзя, он попал к нечистым, и этот заяц тоже. А теперь Новый Завет. Ну, и иудеи это, конечно, все почитали и соблюдали, еще как. Вспомним эту историю про свиней гадаринских. А теперь, получается, все можно вкушать, то есть заповедь еды, заповеди еды нету. А почему? Ну, и тут возникает вопрос, ну, если заповедь еды, как любовь узнать? А теперь понятно, вкушение тела и крови Сына Божьего. Все-таки вкушение осталось? Конечно, все это не будет вкушать. И поэтому, а для этого нужна какая любовь? Необыкновенная, потому что читаем мы сразу Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих, когда Господь начал говорить перед этим о крови и теле Своем, что нужно будет вкушать для того, кто хочет спасти жизнь, душу свою. И тогда люди говорят, многие обратились от Него, то есть отошли от Него, до этого слушали, были Его учениками, ели хлеб, который вот из этого, ученики, можно сказать, из нескольких хлебов, там, рыбу эту ели, и гонялись за ним, и царем его хотели сделать, а тут отворотились и ушли. И апостолы стоят отдельно, но Господь их тоже проверил, спросив, и их тоже, а вы не хотите отойти? И только апостол Петр мудро отвечает уже, смиренно мудрое, нет, Господи, ведь только у Тебя глаголы вечной жизни. Брат сказал о том, что Богу не было известно, насколько любит Абам Бога. Я думаю, поэтому он как бы вот хотел его проверить, и поэтому дал такую заповедь, чтобы не втушать вот от этого древа познание добра и зла. Мне думается, что Богу все известно, и насколько любил Адам Бога, ему тоже это было известно. Другое дело, что Господь, как Адама, так и нас теперь, потомков Адама и Евы, он как бы хочет, чтобы мы совершенствовались в этой любви, чтобы мы, совершенствуясь в любви, умели любить себя, любить ближних, любить Бога в том числе, и все возрастающей любовью, чтобы мы стремились к той любви, которая возможна только у Бога. Ибо так подлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, самый главный критерий любви это жертвенность. Если нет элементов, хотя бы каких-то элементов жертвенности, это не любовь. Это нечто такое, чисто похоть, что угодно, но это не любовь. А вот когда есть элементы жертвенности, чем-то ты поступился, чем-то ты пожертвовал, в этом уже есть любовь. Вот эта вершина любви это жертва. Жертва Бога, который пожертвовал Иисусом Христом, Сыном Своим, чтобы меня спасти. Вот это, Он научает нас постоянно этой любви. Мы много говорим о любви, но мало знаем ее. Поэтому Бог, Он хочет, чтобы мы совершенствовались этой любви. Можно еще такую мысль пришла мне. А можно я скажу? Да, можно. Ну, а я думаю, здесь, когда говорится не вкушать, здесь просто дает, Господь дал Адаму с Евой закон. И не вкушая, значит, это дает закон послушание. А любви здесь, я не знаю, почему. Ну, послушание, оно и проявляется в любви. Послушание проявляется. Но основа-то все-таки здесь послушание, закон. И здесь Новый Завет тоже закон. Но он же обновленный, в новом виде. То есть, если там был запрет на дно, а здесь уже этого запрета относительно пищи нет, но дается более глубокий запрет. На что? Должно быть не запрет, а должно быть послушание перед кем? Перед Христом. Вот. Перед его жертвой. Вот. И если мы, допустим, уже ослушались его закона, то, извините за грех и получаем смерть уже какую? Духовную. Если раньше была телесная смерть, то здесь уже духовная идет смерть. Душа твоя погибает. Здесь уже больше говорится не о законе, а о свободе. О благодати. А свобода во Христе она и определяет этот закон. Свобода во Христе. А закон какой? Да закон ничто уже получается. Потому что все, что раньше это было законом, там не ложись, там с теткой твоей убьют тебя, не ложись. Так это об этом среди христиан даже разговоров нет. Или там в каком-то нечестии, или очищение женское. Да это смешно даже уже. Женщина, она сонаследница благодатной жизни вечной. Поэтому это тоже ничего не значит. И поэтому нет во Христе ни мужеского пола, ни женского. нету ни Иудея, ни Елена. Это свобода во Христе. Благодать на благодать. Продолжим. Вернемся к теме. 15 стих. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Толкование. Здесь обращает речь к совершенному поучая. Хотя бы снеди тысячи красно не были нечисты по природе, однако тебе надлежало воздерживаться от свиного мяса, чтобы не огорчился соблазняющийся брат твой. Если только хочешь ты сохранить любовь. Ты, говорит, спором о пище губишь и развращаешь брата который так ценен в очах Христа, что он умер за него. Ибо тот замечает, что ты ешь свиное мясо, противность ему становится упорнее и потому опасаясь, чтобы не отпасть от Христа, всецело привязывается наконец к закону. А ты сам-то ешь мясо свиное, нет? Практически нет. мало ешь редко но его у нас не бывает на столе я просто сказал мама не покупай она не покупает но если купит мама поцелуешься со свиньей ну я съем свинину если будет так что вы меня простите христа христа ради в этих словах которые вы считаете пока не читали когда просчитали какие изменения произошли там там еще один свиное ест я да уважаю сало как творение божие а вы по любви сейчас говорите я по любви говорю ты любист какой батюшка нашелся а сегодня батюшки любисты все потопили в любви и человек в воду оказывается тут про любовь сейчас читаем объясните что подожди минутку я вопрос задам вот Серафиму Саровскому подошли люди и говорят ну ты говоришь как-то ты говоришь и сделал так а мы не можем он говорит решимость не хватает какое качество решимость это какое четвертое качество лидера а лидер это ведущий самого себя в рай других за тобой один раз услышал для человека который внутри боится Бога ему достаточно не оборачивайся все если она один раз обернулась еще бы не была жена еще раз она бы всю дорогу опрокидывалась но вот один урок вспоминайте жену но я могу послужить соблазном да могу а как бы не ошибиться вот задача стоит какая а я ее люблю то есть начинаете еще и ердичить а если действительно человек соблазненный тобою за которого Христос говорит умер и поэтому ты ответственный то приготовь жорную себе вот а бесстрашие какое я люблю когда говорят надо ну а ты как я один раз такое услышал в армии все отрезал и навсегда 50 с лишним лет назад и ни разу назад не ворохнулся умом туда почему а как бы случайно то не было вот вели у нас правило чтобы рубашка была сверху а если свитер то поднес и вот все время надевают так я понял я могу попасть под это и что я все до одного свитера у меня было подарено там самовязанно так я все до одного пошел в дом инвалидов и все отдал все больше я никогда не нарушу то есть боязнь как бы не нарушить она тебя поставит преграду все больше нету я ничего не потерял я могу распорядиться тем более люди которые замерзали они очень довольны а один раз решимость вот прочитал ничего не меняется не читал ничего не меняется выходит трата времени где-то ты раз записал себе все я отсюда пойду другой решительно я услышал сегодня я услышал вот спрашиваю ты уверовал когда ты пост нарушал православный ну знаешь такая обстановка была начинает крутить какая смертная была ну нет не смертная ну один раз услышал ты православный ты это знал что ты православный знал ты знал что православные посты из-за нарушения отлучаются человек на два года знал зачем ты брал это ну вот как-то так было начинает опять крутить нам не по пути если ты услышал спрос будет особый если не знал а если знал не делал спрос будет строже это страха Божия нет но один раз какое тут прельщение должно быть вот смотрите я сейчас пришел я там переписку веду в интернете и вот только пришел сейчас и на меня один выходит и мы ваши православные патриархийные мы смотрели ваши ответы не взором нам понравилось очень и у нас тут идут какие-то лекции занятия вы не могли бы нам материал подготовить на 20 минут и договорить тему но где вы задевали патриархию чтобы этого не было это не пройдет то есть они мне заранее уже ставят небольшую преграду но я посмотрел какая тема но если это тема то что не пить чай не курить то я могу без патриархии обойтись но если она в этом виновна в трусости все потопило трусость и корысть для этого статья написана для моей родной церкви Краснова Левитина я не могу никак обойти я должен показать потому что вокруг меня все заражено трусостью и корыстью корысть это не заключается что деньги вот он говорит мама купит салост тогда он съест а тоже корысть корысть ты сколько килограмм сбросил ты бойся этого чтобы обратно в свинью не превратиться один раз услышал отрезали больше никогда назад не идут тогда за тобой люди потянутся действительно так он может вынести из плена я не все слышал только маленько прости пожалуйста вот это вот такое это не христианское вот Антоний Великий а чего он великий стал в армии идет еще не служит только ведут до призывников в каком-то селе они на поезде не везли и вдруг есть-то нечего кухня отстала ничего нет и вдруг уходят какие-то люди угощают воят их и он он сразу же заинтересовался что это за люди и спросил а что за люди такие кому-то знакомых нет говорит это христиане это такие люди которые всех привечают всех кормят а где они так вот здесь а не христиане но христиане он запомнил теперь он найдет христиан и получит прозвище Великий один раз продай и отдай имение я говорю услышал один раз вернулся домой собрал все сразу продал и пошел вот это я понимаю решимость качество я один раз услышал это у меня достаточно было у меня в жизни было многократно так я один раз слышал краем уха там сказали в чашки не оставлять а я в развращенном обществе жил на корабле поел кусок хлеба последнего так вот его со стола куском хлеба стер и за пару его там чайки летают хозяйка как увидел так зовут ты что делаешь ты я говорю осталась стер то есть у меня это норма куском здесь почему все так делаете я такой а хлеб что жалеть он бесплатный но в другой комнате сделали замечание приезжая мать одна а хозяйка моя кормила его хозяйка Анна Матвеевна и он оставил а хозяйка да ладно нет не ладно мы просили благословения пища освещенная скотины нет куда ее девать добей ее да второе второе ему не надо он не может первое доесть все 50 лет я держу этого принципа у меня в чашке никто не оставит ни в детском лагере один раз услышал один раз я в другой комнате сидел вот в этом вся разница о другом он сто раз говорили я один раз прочитал открытая шторка он упырь он как проникал сейчас стоит ролик такой как он проникал и убивал первым делом мужчин кем тяжелым предметом кирпичом а как кто знал шторка не закрыта я видел что она раздевается девица она с кем все теперь шторка у меня все замкнуты от и до один раз услышал я тебе сто раз говорю не могу ничего сделать свет горит шторки не закрыты не научишь у меня сосед вот рядом он вышел как в магазин пришел домой хозяйка зарезанная лежит по сегодняшней не нашли не оставайся одна Надежда Васильевна сейчас оставила кого там оставила у себя Лену двери все на растопашку захожу как будто никого нет да я тоже ухожу куда она уходит она домой все открыто домой она закроет комната она ключа не знает твоя комната открыта твоя Настяш открыта иди закрой она уже ушла вот ты рот закрыла посмотри как она рот закрывает посмотри внимательно на нее так я мимо шел увидел комната открыта здесь всего 50 шагов до гроба метром открыта говори что но нож на тебя готов держать а всего ничего крючок который сделан запереть все больше ничего не надо это тетяня мы должны выйти отсюда другими читать можно задать можно задать я вот все таки я вот очень уважаю ваше отношение вашу решительность вашу целенаправленность ну вот тогда Игнатих Ильич мне ответьте пожалуйста вот вы христианин Николай тоже христианин вы не едите вы считаете что Николай не считает греха не считаю никогда я христианин православный он выпивает даже за столом где-то там ну положено там по усам я не считаю за грех но я ему говорю ты не просто христианин ты благовестник 2 миллиарда мусульман тебе в глаза будут плевать тебе это надо и адвентисты не пьют чай я это узнал в этот же день у них там на домах у адвентистов я был адвентистом чай я говорю а еще что какао кофе все для меня это табу навсегда пока я не помню больше не грех это не грех но только пьющий это будет болеть сердцем как наш батюшка я ему говорю ты раньше меня умрешь это не надо сердце разгонять оно должно работать нормально тренируйся каждый день по малейку быстрым шагом тренируйся но кофе не разогревает ащифирят преступники спорить не надо потому что практика показала Игнать Тихнич вот я не в спор а все-таки я поняла что это не грех не грех вот а волю Божию мы здесь не нарушаем потому что Господь создал все чистое и вино и мясо то есть там нет указания а вот этим самым мы не противимся воле Божьей не буду есть мясо вовек чтобы не соблазнить Павел согрешает или нет такой вопрос не возникает вот я соблюдаю посты никого это не может соблазнять но когда они не соблюдают вот это соблазняют я могу пост усиливать могу усиливать так по неделе не есть но то чтобы не признавать постов за это кому есть а то что я усиливаю я только должен благословить священника чтобы не самостоятельно делать вот какое дело я беседовал с баптистами вот как у вас молятся показывают я точно так же встал руки сложил сейчас я говорю как вот так наклонить так я спросил я молюсь так а вы так и молитесь так так это грех? нет не грех а это так я перекрестился Бог не требует служения рук человеческой я ему доказал в течение пяти минут это не про это говорится да грех я говорю спрашиваю он говорит нет не грех ну перекрестись не могу а почему же ты не можешь то? печать антихриста на лбу стоит я сейчас говорить не с кем-то я вам рассказывал про Гогу в Тбилиси он это понял сейчас без подрясника ходил он патриарх Алексей разрешил проповедовать в центральном храме Христа Спасителя там по нашему сказать сегодня и вдруг бабушка одна подошла и сказала а ты антихрист почему? а ты проповедью говоришь хорошую но ты ни разу не перекрестился я замечал и на тебе подрясника нету она у меня говорит бабушка ты знаешь как же тронула а теперь я болею я сейчас все сделаю что нужно лишь бы снова выйти на проповедь перед тысячами людей но уже болезнь подкосила так это надо было вовремя мне бы сказали ты у бакистов проповедуй но ни разу не перекрестись а не буду креститься не буду но если бы я попал в такое общество где закон государственный гласит то что я не делаю надеть шуму я бы надел шуму почему? у меня главная большая цель я уступки делаю в не смертельном грехе не в смертельном не написано что как фуражка там или где-то и так в любом деле мне вот понятны слова Серафима Саровского решительности не хватает я услышал один раз если братом называется а ел это пьет там говорит и прочее с таким не есть вместе ты его выполни у тебя дети не верующие так они не верующие можно есть а я свят христианин у меня я говорю с родной матерью было как я больше с родной матерью моей не сел ни разу за стол почему? а до этого она выпила все мать после этого в рот не взяла и с этим умерла а остальные дети могли наши мои братья никто не мог этого сделать ни брат ни священник никто ну что сделаешь под разной экономию вот он сидит экономист не экономиста и экономия и мама мне больше всех была благодарна чем им я ничего не делаю я тебя признаю я помогаю но за стол не сяду канон гласит вы знаете у нас был человек в павший грех написано гнушайся одежды мы сказали там на кухне заходи одежда лошист наши одежды нельзя а что ты себя чистым считаешь не надо считать а то тебе говорится на тебя канон 12 лет отвечает от церкви ты седьмой заповедь нарушил весь сказ а он ушел но это его путь он после этого чадолюбивый отец он уже третью берет жену мне закон дам ты пьяница пьешь одежду ложи в другом месте не вешайся всеми и за стол больше никогда не садись пока не будет снята эпитивья а так легко маленько протрезился проходит месяца два опять загулял и опять в конце не будет одному свинячеству а он уйдет это его забота уйдет человек который нарушает правила движения а он обидится на милиционера и за машину не сядет да только радость одна что он не сядет пусть пешком ходит так а посмотрите у меня ролик стоит когда задницу им упорят там 20 ударов у него поляшком кровь плечет и задница даже не узнаешь какое там место кровавое в Сингапур у нас в виде это дело так они тогда придут там стрелять будут не будут он пока на задницу не делает там закон вести пока не выздоровеешь не выпускать и все кончилось это очень просто не надо фашистский режим тоталитарный нормально Сингапур это не фашистский режим если бы мы знали что за нарушение поста грозит как Саудовская Аравия вот он этот португальский корабль зашел у них ну джильда какой-то порт такой и он буфет не опечатал не опечатал не пил ничего капитан а который проводит лосмусский кораблик ну это называется чтобы провести правильно где-то катерок он зашел туда и говорит у вас там вот КТС вот она стоит а почему нет да не успели сразу этот доклад распишитесь вы не успели и тут же с корабля сняли его два с половиной года сроку через каждые там три месяца его 40 палок давать и 25 тысяч евро заплатить а корабль уведут другие вот это все следующее уже этого не сделать никогда здесь не убили ничего на ума вставили а ты бы не сделал никогда я жил в Латвии и там говорят они националисты они до того ненавеют русских я опровергаю это я говорю сколько ты лет живешь ты уже 17 лет я говорю ты с ними разговариваешь а как разговаривать у них же язык латвийский а у нас русский ну так русский да ты же на них территории живешь ты ну какого у них порядок что они соблюдают национальные блюда ты знаешь а зачем знать я русский и поэтому когда русский спрашивает латыша как пройти он вот так показывает туда иди и туда иди я с ними поселился с ребятами с латышами в общежитии поступил в латышскую бригаду через 3 месяца я уже разговаривал по-латышски они не знали меня куда посадить да еще со стариками вместе да еще пища нравится похвалишь тут вообще они не знают истории я уже разузнал какой был у них путитис ульманис какой был перед этим президент как он вел себя в разговоре поддержу вот и все тебе уважение они националисты а мы хорошие зашли в сужую страну завоевали ее не хотим знать даже обычаи не годится прежде чем с адвентистами разговаривать я всю литературу прочитал баптистскую все от самого начала сколько только можно было достать и поэтому их литературу я распространял помогал приносил здесь я орлопестию люблю за него судили здесь еще нельзя 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 сектанты сектанты эритики да мы хуже их я признаю их превосходством во всем кроме того что они не церковь не рукоположен пасторин я очертил этот круг очертит и для себя тряхни себя как сложительный раз за два проскриви себя по хребту ты увидишь как там под ногти набьется тебе хлам конечно мои слова не понравятся я знаю но я тебе не угождаю сейчас я думаю готовить ролик или нет и мысленно уже тему они задали я готовлю ее а следующую тему мне заказывает Министерство внутренних дел об экстремизме ролик вышло я не все говорю я его сделаю обойдусь главное у них у всех условий не трогайте патриархию они не понимают это язва это гибель я должен показать делу не ошибки но я и так показал почему потому что это русская православная церковь ей надо освободиться от этой проказы они мне рот затыкают но темы такие где я могу обойтись без этого но есть темы как от русских корыст вся тема к ним направлена они на одной трусости на одной подлости все делают на лжи эту тему я возьму только с конкретным указанием когда где что было конечно я нежеланная персона нон-грата шестнадцатый стих да не хулиться ваше доброе да не хулиться да не хулиться ваше доброе толкование то есть ты имеешь совершенство в вере ибо он ее назвал назвал словом доброе посему не злоупотребляй совершенством своим и не подавай повода хулить его ибо если ты будучи совершенным губишь несовершенного то подал повод хулить благо которое имеешь но ты понимаешь что и учение наше благо и что оно не желает подвергаться хуле со стороны неверных когда они видят расколы и соблазны касательной пищи запутался что запутался я как раз ответил на вопрос Галины Ивановны на ее реплику прокомментируйте можно я вот поднял руку попросил вас прокомментировать я прошу ну тут дело в следующем то что это апостол файл пишет две тысячи лет назад уже сейчас уже не только соблазн брата можно вести а уже целый миллиард можно уже вести соблазн потому что мусульмане от Мухаммеда они вообще свинину не едят теперь если ты хочешь им благотворно проповедовать значит ты должен к ним прийти чистый они тебя со свининой слушать не будут ну здесь может кто-то послушает в нашей стране еще а там-то куда-то ты приедешь там никто не будет тебя слушать ну и все к этому относящиеся икона почитания о которой мы говорили на том занятии это относится к сектантам они не православные но они знают Христа знают Слово Божие и там нигде про икону не написано в Новом Завете надо значит знать Ветхий Завет они не все книги признают Ветхого Завета значит надо пользоваться только теми которые они признают потому что и это тоже в Слове Божьем есть об этом говорится и Господь сам с такими людьми разговаривал садуке и фарисеи и так далее то есть чем дальше в лес тем больше дров там и нам под помощи больше и молитвенно и помощников сколько у нас до этого было святых отцов и златоуст уже есть и соборы есть но и в то же время становится как говорится надо пояса утягивать если хочешь быть проповедником истинным то свинью исключи вино исключи я к тому же и хотел сказать что да не хвылиться ваше доброе то есть вот само знание того что все есть чистое это и есть доброе но к сожалению вот как брат сказал множество людей в разных степенях вот степени они считают что это неправильно это неправильно и вот в своем сознании мы должны понимать что это нормально ничего греховного нету в едении в неедении но ради них можно и не есть вот только ради них не потому что я не ем что это грех это одно намерение мое а потому что он это считает грехом и будет хулить вот это все мое доброе он из-за того что я это сделал скажет а вот видишь ты какое и все то есть вот в чем дело-то ну к сожалению это не братья но они потенциально могут быть стать братьями ведь Мухаммед уже поверил вот такая толпа народу а почему не поверить искренно верующему апостолу но его нет было в тот момент в шестом веке попался какой-то манихей который вот так научил допустим еще приходит человек новообращенный и он жил там дел пил все можно на него сразу вложить вот эти узы не ешь там свинину не ешь там не пей вино я считаю что нельзя допустим но вино можно объяснить чтобы не спился это понятно но допустим если он только что новообращенный только что вот на первых этапах этот разговор вообще неуместен но когда вот он уже укрепился в вере показал что он христианин достойный проповедник вот тогда с ним уже целесообразно вести этот разговор о том что не ешь свинину я считаю что именно возглас Игнатих к тем братьям к определенным кому он и обращается не ешься свинина это еще раз доказывает что Игнатий в этих братьях признал что это верный человек и он может быть проповедником а если бы это был просто человек как говорится ни шатка ни валка новоначально к нему какой смысл говорить о свинине он сам еще как свинья он должен уверовать по-настоящему от того кто любит ну не любит а от того кто ест свинину во первых ну решили что свинья нечистые животные это люди священное писание не запрещает раз во вторых Христос ел пить вино и есть с грешниками это два грех убиваться вином ибо в нем блуд употреблять вино не грех согласны то есть все все в дозе будем так говорить какая доза одному там ему литр на грудь принял ему ничего а другой со стопки дурак дураком с 50 грамм то есть тут еще и такой критерий это два теперь о том вот как брат брат Игорь сказал что действительно чтобы не хулилось то доброе то что есть человек и можно конечно вознестись до неба быть выше александрийского столпа и всем указывать понимаешь вот ты не такой ты шинель не носи потому что это военная одежда мало ли что нет погонов это военная этот пиджак гражданский носишь это французская одежда они там блудники там голубые розовые и прочее тоже нельзя то есть можно хоть что подвести под человеческую глупость вы понимаете если нет любви к Богу значит нет любви и к человеку и мы по своей любви к Богу также относимся и к человеку то есть от чистого ли сердца ты этого желаешь или только потому что это тебе нравится конкретно Сидорову или Петрову или Иванову мало ли что я например ну змей не ем я ем свинью японцы едят китов хотя Библия тоже сказано что это не чистое не ешь того что плавает в море и не иметь шерсти там допустим или иметь шерсть к примеру я скажу они едят китов и мы плевали на все запреты истребляем там ежегодно 10 тысяч китов хотя там тоже есть христиане я думаю что они тоже могут скушать мясо китов вы понимаете ну давайте сейчас их зазирать того зазирать третьего зазирать раз ехать в Японию проповедовать мне что надо есть китятину что ли хотя я ел по жизни коммунисты нас научили есть и китятину ну китовье мясо понимаете очень вкусное мясо не отличишь от говядины почти телятина понимаете я ел и знаю что это такое вот поэтому загоняя человека в определенные рамки жесткие надо подумать или ты хочешь человека проверить и чтобы он вообще ушел или чтобы он остался вот пожалуйста бегство куда в легион вот пожалуйста там они просто я тебе я тебя заставлю позвонить в колокол и все и вот мы этого человека заставляем звонить в колокол загоняя в рамки его это не делай это не делай рубаха свитер душа человека важна а не свитер который сверху души одетый вы понимаете в чем дело можно конечно а уж если человек сам испытывает какую-то ревность о своем спасении он прислушает да наверное действительно брат мне сказал наверное правильно это так и уже сам человек должен решать ведь воля это Бог дал такое право человеку единственное мы подобны Богу только по воле что можем творить и выбирать вот и все у меня все я еще вот к тому что по любви разговор об этом я еще раз вот моя позиция такая что идет только среди людей уже укрепленных в вере вот это между нами разговор-то идет есть ли не есть ли не если бы здесь сидел вот только что новопришедший я бы лично никогда бы ему не предлагал этих слов потому что во-первых должен быть он пройти путь определенный доказать что он верующий жизнью своей хотя бы там не знаю в год а потом уже ему я мог бы так намекнуть но ты хочешь вот все-таки быть благовестником сколько мусульман да хочу ну вот ты должен понимать что тебя они не примут если ты вот не будешь добровольно не за непренебрежение добровольно на себя не возложишь этот как бы добровольно да ограничение в виде вот только ради этого и тогда он скажет ну да я готов все вот тут уже речь идет о решимости но только среди уже совершенного чтобы потом не хулилась а если вот он еще никакой и я ему а вот ты это не ешь он скажет а с чего это ради я не буду там вот это тут и любовь речь-то еще в слове Божьем идет о идоложертвенном надо же тоже понимать идоложертвенном это вообще к сатане относящиеся хотя там написано апостол Павел сам говорит что это есть идол есть ничто но если если ты конкретно христианин то ты-то знаешь что такое жертвенная вот эти ходят у нас кришнаиты со своими дарами они конкретно окуривают вот такие палочки у них стоят как свечки наши типа бамбуковые что ли и они вот окуривают свои вот эти вот жертвы которые они приносят перед своими идолами своими кумирами обязательно фотографии этого кумира или портрет какой-то и они ставят эти дары окуривают потом ходят и и всем дают все пожалуйста ешьте и мы когда стояли с книгами постоянно к нам подходили сестры многие наверное кто помнит это прям вот такой таз а еще они тогда снимали тоже на свои камеры все подойдут и смотрят это снимают и смотрят вот и вокруг пожалуйста девочки в таких расписных этих платьях своих вот вокруг давайте давайте пожалуйста угощайтесь шарики такие наверное вкусные люди берут едят еще можно берите вот оно идола жертвенная натуральная то есть к сатане относящиеся ну конечно мы можем сказать если мы решили проповедовать мусульманам сказать им слово истины и здравого смысла о Христе то конечно было бы здорово не есть свинину и как-то бы они еще узнали что мы ее не едим это тоже неплохо но для них свинья это натуральный сатана потому что это нечистое для них это естественно но они и к братьям никак не относятся там же еще разговор у нас и о братьях идет то есть брат твой родной который рядом сидит то есть понятно мимо которого ты никогда не пройдешь это может ближе к иконам относится это так но к мусульманам до которых семь верст киселя хлебать ну если собрались какие братья благовестовать им вот я вам могу сказать о себе я никогда мусульманам не благовестовал потому что во первых они плохо язык наш знают это раз кто хорошо знает он ест сало курит пьет у него здесь русская жена и он совершенно не знает никакого корана как я допустим поеду куда-то поэтому я могу сказать Игнать Игнатьич про себя вы же свиноед ну там когда-то я может ем эту свинину не знаю когда где-то в колбасе где-то там может не знаю где-то в тайге когда там ничего у них нету кроме этой свиньи ну да я ем но я знаю что я мусульманам не буду благовествовать вы говорите там лидер и так далее ну я не тот лидер у нас есть лидер который будет мусульманам благовествовать вы 30 лет не едите или 40 ну и вот вы разговариваете с ними вам и дано я к этому но я не стремлюсь с ними беседовать плохо это или хорошо я допустим за себя вот отвечаю ну кто там стесняется брат вот стесняется у него больше скромности в этом вопросе ну так надо до конца поднять этот вопрос тогда раз он есть существует что здесь такого страшного я не знаю ну свинья ну съел свинину не съел свинину это повторно уже идут ну повторно не повторно вы то тоже по 100 раз говорите я говорю что я свинья лечь то идет понятно не свинья в нашем человеке смирение я с удовольствием смирюсь и пойду к мусульманам и не буду есть свинью я не ел свинью 3 года вообще никакое мясо не ел вот хорошая штука мне сегодня подарил кто сестра Александра Михайловна это шахматные часы вот когда разговаривали чтобы равное было время нажал твое время нажал другое а в конце договорили что было ровно но у тебя набралось на 15 минут меньше поэтому я обязан вынужден тебя 15 минут слушать но у него одного заводилки нету Николай возьми пожалуйста вот этого не могу оторвать его здесь потеряли сделай мне пожалуйста я так долго ждал эти часы так вот какое дело ребята вы маленько не о том говорите не о мусульманах которые здесь ничего не соблюдают тоже неоднократно Игорь об этом говорил я не о них говорю я говорю о себе о себе он не соблюдает это его дело но тебе разве будет приятно же так это брат ну а то что это препятствует стать братом это мало важно он даже разговаривать не будет а вы свинью едите нет у меня мусульмане со мной в лагере были они разговаривают но если я скажу да я свинью ем он даже ко мне не подойдет разговаривать не будет к нам таджиков узбеков азербайджанцев прислали я в первый же день вечером с ними подружался я свинью не ем они вот так вот когда давали на руках в армии сбросить ее в снег и все изучать их язык сразу стало обычно чтобы им что-то рассказать сам-то ничего не знал до Евангелия еще но вот апостол Павел поэтому к нему претензий не может быть что он кого-то там подыгрывал он прямо сказал если вы обрезываетесь остались без Христа отпали от благодати ужас какой это выходит обрезание смертельно да смертельно ножи проще выбросить все обрезание надо тоже уметь делать у меня нынче здесь знакомый был у него там ну что-то там наслоение такое было и врачи приписали обрезание русский православный ну и в больнице пришлось лежать и он обрезан уже второй у нас есть я просто говорю что есть и обрезали но обрезали это хирургическое вмешательство из-за того что у него болезнь началась там я не знаю как ее назвать на букву Ф вот апостол Павел говорит выбросьте забудьте про обрезание Павел мы все записали конечно нам трудно было мы все таки о иудее и вдруг проходит известие а вы знаете с Павлом ходит один полукровка еврей и его не могут не принять евреи то а его надо оставить там и Павел сам обрезает его после этого вот это гибкая политика и я говорю Тимофея сам обрезал для чего для иудеев иначе с ним разговаривать не будут не то что это ради братьев какие там братья которые вообще нету и так рассуждать ну это же не братья нам мусульмане да ты отрезал их всех от себя два миллиарда ты ни с кем разговаривать уже не сможешь я говорю о внутреннем человеке ты ради Бога ты можешь сделать я баптистам говорю ты к православному пришел ты можешь перекрестись чтобы тебя слушали им охота пропадать и не может я ему должен доказать что это не грех крестное знамение это оружие Христово данное нам и в любом таком вопросе а вы могли бы вот которые люди там я к себе обращаю я мог попасть туда отец Олег Синяев там был но он легко подошел под это узнав их обычно не нарушай дверь всегда будет открытая вот и все представьте у нас в Патерянке встречают праздник и Люба там поросенка маленького закололи она в русскую печь его толкает снимок хороший он прям как живой с поросенок и я его возьми поместив в картинке у меня переписка с мусульманкой она иначе не называют как отец учитель и вдруг этот снимок она мгновенная у меня сразу вопрос отец Игнать а это откуда у вас такой снимок я говорю да это в деревне был праздник у нас съедят они запрещаются некоторые едят я не могу ей объяснить но некоторые не едят но ты же там находишься ну почему ты им не скажешь что это вредно не по какому-то другому ты не знаешь что вредно обратись к литературе адвентистов седьмого дня они многому тебя научат а те же из-за утроба биться будь она неладна червяб готовим о чем разговор идет ну неужели я без мяса не обадуюсь когда продается и лося можно убить пожалуйста и барана и курица есть ну что тебе свиньей рот-то замазывать ты свинаед перед ними страха никакого нет мы на этой земле живем он соблазняется я сказал не берите а он пошел у нас в общине есть человек пошел кришнаитам дали яблоко а яблоко-то красивое они не берут как мы мороженое гнило это по дешевке чтобы было ему яблоко дают неизвестно какая причина яблоко из рук вырывается падает и катится и он под скамейками ползет у них чтобы яблоко свое взять у кришнаитов вы не думаете что это так это будет иметь последствия в дальнейшем на его жизнь ударит в первую очередь сюда стрела сразу начались головные боли которые не прекращаются до сегодняшнего дня я не называю человек сам о себе все расскажет когда надо было зачем же дорогой ты заходил к ним туда должен сходить самоотрещенный это отверстие себя и своей свиньи изо рта выбросит я для Бога пошел вопросы вообще все сняты для меня я для Бога я не запрещаю это не грех но ты понимаешь что ты делаешь с своим благовестным а я туда не буду да одно укор что меня свиноедом назовут я уже в рот никогда не возьму они на меня смотрят как на христианина крепко верующих мусульмане он мне сразу говорит даже потеряю приехали первый вопрос мусульмане заехали а вы свинью едите нет я не ем я же не сказал что в каждом дворе тут свиньи держат не ем сразу разговор пошел я успел дать ему визитку а он не обратится я не знаю я не должен преградой быть в его шествии ко Христу вот почему отец Дмитрий Снернов говорит что мусульмане ближе ко Христу чем православные крещеные блжекрещенные они ближе у них милосердие как Андрей Кураев говорит они религиозно талантливые ты когда будешь пять раз молиться непременно пять раз в день тогда ты скажешь в этом я подвигся но по-христиански семь даже на этом и то нам ума не хватит тысячи причин будет но я вижу вы от свиньи от этой не отстали пока все не станут здесь да не это так слову пришлось это ваше время несите его ну а татары едят конину татары я жил с татарами вот и все и что мне есть конину с ними что ли теперь у нас разрешено конину разрешено православность всякая пища хороша у нас не запрещена никакая пища кроме кровавой которая задавлена мне думается что мы просто вот есть такой такой симптом это перейдет разорванности в мышлении один из симптомов шизофрении вот сейчас слушали я вижу последовательность последовательность в своем не только мышлении но и в своих действиях в своей жизни мы же цепляемся за что-то такое ну совершенно можно без чего обойтись и жить свободно цепляемся забывая о том что здесь написано ведь апостол Павел здесь нам из стиха в стих подтверждает одну и ту же мысль не зря брат заметил что мы сколько уже говорим об этой еде о еде да ну почему да потому что это очень важно важно это дамы и Евы важно и нам говорит Господь через апостола Павла что чтобы не курилась наша добрая что добрая да добрая это сама жертва Христа самая добрая его учение доброе и мы этим вот жертвуем ради какой-то свинины ну раз он слышал ну сидит и потихоньку ешь и тебе действительно нравится что там никто не знал потому что ты можешь соблазнить но если соблазнить хочешь почему ведь Христос за него умер за этого на сегодняшний день этого исламита этого мусульманина за него тоже Христос ведь умер он твой брат по отцу по Адаму вот это не знаю брат от Адама и Евы брат он за меня умер за верующего он за него вымер он может принять эту жертву а может не принять а ты должен довести до него до его сведения это твоя обязанность как ситянина что нет Господь идите проповедуйте всему миру что он говорит что этим мусульманам не нужно идти да о чем мы лично мы же только что-то говорили что нужно идти а пока ты пойдешь вот не ешь свинину что вы с этой свинины да потому что там про свинину говорится что непонятно давайте про ящери давайте про ящери да нету там ящери там свинья все больше ничего уже глупо забываем просто о том добром о чем говорит что мы поджимаем под этим словом доброе там вопросы есть по какой теме я вот так про свинину про свинину про свинину а вообще главу о пище все идет почему мы говорим потому что вся глава вот именно примерно на эту тему вот поэтому о свинине говорим потому что это самый вот именно такой момент на чем можно показать объяснить эту главу на сегодняшний день. Там ситуация у евреев была другая. У нас вот именно в этом контексте мы можем ее применить. Игорь, если можешь объяснить одну, первую ступеньку. Отвергнись себя. Кто не отвергся, за Христом без толку идти. Объясни, что это такое. Вложи все в нее. Себя, своего я, то есть своих желаний, своих мыслей, своего хочу, то есть всего то, что ты считаешь таким приятным для себя. А это отвергнуться надо. То есть не то, что хочу, а то, что надо. А вот что надо? Надо исполнить волю Христа. Воля Христа, люби Бога и ближнего. Соответственно, бывает не совсем я согласен с чем-то, но если я согласен, что это воля Божия, я должен от своего отвергнуться, от своих мыслей и мысль Божию вложить в себя. Хотя она мне может быть не совсем подходит, она может быть некрасивая, неизвящная, непонятная, но я знаю, точно, что это воля Божия, я свое отвергаюсь, принимаю волю Божию. Хочу. Я хочу, например, вот что-то я хочу. Да, я вот, мне нравится свинина, например. Но аргумент очень важный, что важный аргумент, что если я буду это делать открыто, по крайней мере, и говорить, а вот я это делаю, то для себя я закрою путь к благовестию среди мусульман. Я с этим согласен. То есть мое хочу, мне придется растворить или убрать, а поставить волю Божию. А воля Божия, люби ближнего. Кто ближний мой? Да хоть кто. Мусульманин это будет завтра, или буддист это будет этот ближний. Потому что там лежался неизвестно, кто избитый разбойниками. Какой он нации был? Так, тут узко смотришь. В первую очередь, я считаю, нужно разобрать, что такое я. Из чего написать? Мне нравится утром долго спать. Тоже к этому относятся. Можешь бороться? Да. Да необходимо, иначе ты ничего не успеешь. Если ваша праведность не произойдет праведности книжников, полисеев, никто не войдет в царствие Божие. А как они подвязались? И свое я запиши от рождения до сегодняшнего дня, свой опыт от утра до вечера, с вечера до утра. И запиши, это ко мне относится, это делаю, это люблю, я так отвечаю, так звоню, столько время трачу. То есть все напиши, из чего твое я состоит. А теперь начни, без чего я могу прожить, оставшись индивидуумом перед Богом. Найди причину эту. И причина одна, я люблю Бога. А кто не отверстия себя напрасно шествовать за Христом, заповеди не выполнить. Второе, возьми крест. А теперь напиши, что такое крест. Конечно, ты скажешь, болезни, гонения, презрения, поношения, несправедливое обвинение, тюрьмы, лагеря. Это все крест. Запиши. От чего-то ты отрекся? От чего-то, где-то, как-то. Вот у меня еще пацанинок был. Сделали какой-то там анализ, томографию, что-то черепа, признали, что он шизофреник, ребенок будет. Он встал и ушел. Отец. И он остался. Это крест, его ребенок родился такой, да, действительно, он больной. И что? Вот мне, наверное, на неделю это было. Она матушка. Жена священника. Ну, она что-то вначале была с чем-то не согласна. Сейчас все согласна. У нее все встало на место. Но ребенок последний родился, и у него признали повреждение головы что-то. Они поехали делать операцию. Поехали почему-то операцию делать в Иркутск. Вы почитайте только, что она пишет. Я сразу сказал, Володя, вот что-то там бросай все скорее на молитву. Она пишет, мы знаем, как сильна ваша молитва. Помолитесь, пожалуйста. Я сейчас там нахожусь. Какая молитва там, что? Но это подтолкнуло к тому, что они надеются. Мы мгновенно, ту же, буквально секунду, сразу на молитву встали. И в день, сколько бы раз ни молились, мы помним. А нам молиться за младенство Лавра. Лавр звать, запомните. Вот и все. Это ее крест. Но этот крест она теперь просит помочь ей донести его. А если он такой идиот останется? Какой будет? Ну, Вучич этот какой-то, Ник-то, без рук, без ног родился. Ник Вуйнич. А? Ник Вуйнич. Да. Когда отцу сказали, он стоял в коридоре, жена рожала, что сын родился без руки, он, говорит, я чуть-чуть в обморок не упал. А прошло маленькое время, и вышел хирург, и говорит, у него обоих рук нет, и обоих ног. И на весь мир известный. Сегодня говорят, кто желает найти мужественного человека, поучитесь. Какая-то топ-модель, фотомодель за него замуж вышла. Специальная коляска, ростом такая с него. Какой он проповедник. Сколько у него юмора, как он играет, как на ринге борется без рук. Ему дают возможность, плавает там, ныряет, подпричёсывается, все абсолютно делает. Ни рук нету, ни ног нету. Одна маленькая ласта какая-то там. Ещё и в футбол играет. А у нас чуть-чуть где-то придавило колоцерки шапка. Подайте милостыню. Почему-то Алексей Моресик не пошёл просить милостыню. Без двух ног. Нам примеры есть где брать. Отвергни себе этот крест, неси с радостью, с благодарением. Это твой крест. А после этого следуй за мной. Третья ступень. А на третью все кидается. Я христианин врать. Сначала себя отвергнись. Своё ва я. Семнадцатый стих. Ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Толкование. Не этим заслуживаем мы благоволение у Бога. Если, говорит, что ты не ешь, то неужели это введёт тебя в царство? Укоряя за то, что почитают это важным, упомянула я питье. В царство Божие в царство Божие вводит праведность. То есть все добродетели, непорочная жизнь и мир с братом, а не вражда, и радость, происходящая от согласия, а не скорбь, происходящая от укоризма. Так как мир и радость бывают и в худых делах, то присовокупил во Святом Духе. Речь у меня говорит о мире и радости во Святом Духе. Великий Златоуст глупоко объяснил, для чего упомянул Павел о правде. Для того, говорит он, чтобы доказать, что невоздерживающийся от свиного мяса обижает брата относительно спасения, которое стяжал для него Христос смертью свою. Посему, с противоположной стороны, воздерживающийся для брата соблюдает правду, которая доставляет вечное царство. Вот, опять к свинине пришли, то есть уже через Филарта Болгарского. Ну, смотрите, получается, невоздерживающийся, что это делает? Невоздерживающийся от свиного мяса обижает, а воздерживающийся для брата соблюдает правду. Ну, вот, то есть, надо понять, для чего ты воздерживаешься. И если ты воздерживаешься от презрения к этому мясу, значит, это ничего не значит, это ты грешник. А если ты это воздерживаешься ради брата, то ты праведник. Вот и все. Тут все просто. Другое дело, что мы сейчас не кинемся все воздерживаться-то, вот в чем трудность-то. Но я уж думаю, мы все поняли, почему надо воздерживаться и не воздерживаться. Кто не понял? Кто не понял, почему желательно воздерживаться от свиного мяса? Все поняли. Все уже поняли. Вот здесь вот эта фраза, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе, особенно первая половина этой фразы, этого стиха, разные подходы могут быть. Одни говорят, ну это не пища и не питье, ну и что, ну это же другое совершенно. Ну и ешь, пей, веселишь, что называется, что угла завтра умрешься. И другой подход, противоположный этому. То есть и то, и другое неправильно, а именно праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот когда во Святом Духе, тогда все будет на месте. Тогда будет и праведность, и мир. Давайте еще один стих прочитаем. Восемнадцатый. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Толкование. Здесь намекает, что совершенные укоряли немощных под тщеславию. Если хочешь, говорит, стать предметом удивления для людей, то возбуждай их к удивлению тебе не столько совершенством, сколько мира и прочими добродетелями. Этим именно следует служить и благоугождать Богу, а не тем, что ты без разбора ешь свиное мясо. С этого места поподробнее. Брат, это вам домашнее задание, Николай Алексеевич. Семнадцатый, восемнадцатый стих, четырнадцатая глава. Сколько надо съесть? Выучить наизусть. Чтобы усвоить его. Девятнадцатый. Брат, давай стих. Итак, подведем. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Толкование, коротенькое. Амирец сказал к несовершенному, потому что этот не имел мира, а ко взаимному назиданию сказал к совершенному, чтобы он не колебал брата, соблазняя его. Заколебал брата. Впрочем, сказав, ко взаимному отнес слово свое об этом и к тому, и к другому. Тем же, что сначала упомянул о мире, а потом о созидании, показал, что без мира трудно назидать. Если мы каждый упремся в своем, мира у нас не будет. А одни будут считать, что нет, надо мяса есть, ничего в этом страшного нет. Другие, ни в коем случае сало. А тут мы, консенсус у нас такой, ты ешь там в уголочке, но когда к нашиманам уйдешь, что этот человек на Украине скажет, сало чесноком тоже не закусывает. А ты сало ешь, не ешь. Стоит, а все с тобой говорить. Стоит сало не ешь. Стуки. Вот и все. И кто будет прав? Вопрос. Первое, Фессалоникийцам, 5.21. Все испытывайте. Написано. Помните такое? Все испытывайте. Вопрос. Что все? Как испытывать это все? Что вы испытываете? Поясни людям. Так вам вопрос. Ко мне вопрос. Испытывайте, познавайте. Никуда не надо лезть. А ты просто испытай. Возьми бумагу, возьми карандаш и напиши. Вот что ты про это знаешь? Про это дело какое-то. И напиши. Вот сегодня мы опять слышали. Главное качество у христианина это смиренно-мудрие. Не просто смирение, а смиренно-мудрие. Однако указывает, идет на блаженный нищий духом. У нас конкретно в Потеряевке ситуация сложилась такая, что человек пошел просто напротив всего. Нарушает заповеди и все. Придет решение, чтобы он выехал. Он не выезжает. Собрали собрание, предупредили. Он нарушает главнейшее заповедие христианство. Просто страшный человек. Завтра будет крестный ход. Этот человек остается с ним. И одновременно еще является и диаконом. И только вечером уже, завтра утром крестный ход будет. А мы, значит, вокруг обойти крестным ходом. И замкнуть круг. И все, мы верим. Очень большая вера у нас. Его здесь не будет. Он обнаглел. Кого попало ведет. Что попало говорит. И разрушитель семьи. Страшный человек. Он вечером только пришел к батюшке. Тогда уже упал. И, простите меня, до конца держался. Все до конца. Но в нем вот это вот лживое было раскаяние. Он остался такой же самый. Крестный ход мы сделали. Но уже диакону дом туда не захватили в этот круг. Прошли там по огородам. Один тот дом. И тот человек, кажется, на следующее утро его выбил оттуда. Никто его не трогал. Ничего. Он сам. И люди не знают еще, что такое попасть под молотилку Божьего слова. Писание говорит. Вот говорит Павел, не буду есть мясо. Он не говорит о свинине. И не говорит, что сегодня мне идти к мусульманам. Ну, я не буду есть. Рот вытру. А уже потом нет. Вовек не буду есть. Вы заметите, какое. Я отказался, отказался навсегда и до дня вечера. И при том, я отаду вообще всякого мяса. Независимо от того, что это индюк или кто-то там будет. Это Павел говорит. Павелу надо, мне не надо это. Он не был обуреваем такими страстями, какие возникают от мяса. Это мало? Мясо разжигает человека. Мне это было достаточно, когда я прочитал на корабле. А там варят только с мясным. Больше мяса в моем магазине ни разу не было. 62-й год. 62-й это 51-й год. Я не считаю, что это великое или что-то. Ну, Писание говорит. Я боязнь, как бы не попасть туда. У вас, которые люди пытаются что-то еще там говорить. Я не знаю, насколько серьезно у нас там свинины. Написано, не вари козленка в молоке матери. Это Богу не угодно. Козленка, значит, его зарезать, козу подоить и в этом молоке варить. Да народ, что такого не сделаешь. Но значит, за этим что-то есть. И евреи приняли решение, не где-то в парламенте, не с этим. Вот отдельно молочное окошко. Вот мясное. Еще ни один человек не получил одновременный звук. Бери одно или другое. А вечером бери мясное. Я это услышал один раз. Что такое толкование. Я не стал рассуждать, евреи правы или нет. Я понял, это предохранительная мера. У меня в лагерь приезжают, приехали ребята, здоровые, крепкие, тушенки привезли. А мы покупаем молоко. Но я уже включил в правила это. Значит, в нашем лагере больше одновременно молочное и мясное никто не получит. Бери мясное или молочное. А вечером можете наоборот взять. Но сразу не будешь этого делать. Они привезли тушенку. А у нас тут пекут разное. Сливочное масло, творожники, сметана, молоко, простокваша. Они потянулись. Они не знали, куда тушенку отодевать. Мы их затушили. Но ты один раз услышал, я услышал. Почему я исполняю, а ты не исполняешь? Ты все себе даешь широкий путь. И поэтому ничего у тебя не будет. Я все время жадно ловил лукшами. А где еще можно плоть свою прижать? А в чем именно? Где как-то? Я потом только узнал, что мать Тереза всегда вставала в 4.40. Но где я раньше подцепил это, не знаю даже. Всего по сегодняшний день. 50 лет. Всегда, но не позже. 4.40. С кем бы я ни говорил, ну все, вот он сидит рядом. Подними в 4.40, я тебе награду выдам. Чтобы каждый день никогда не пропустить. Столько мудрости Бог дал человеку. Себя победить не может. Отвергнись себя. Заговорила теща, больше ни одного слова при ней не говори. Она старше тебя мать. Нигде не возражай. Я тебя дорогой давил, топил буквально так. Когда ты будешь любить сам себя, как Павел говорит, люби ближе, как самого себя. Нельзя любить ближе, когда себя не любишь. Как? То есть, вот ориентируй. Эталон, как ты себя любишь. Я ближнего люблю, как себя. Я говорю, вставайте, ребята, рано. Утреннее полное правило. Молитву выщут. Я не знал, тырное чтение. Ну, поклоны, чтобы были. И обязательно чтение Евангелия. Столкование. А то у нас каждое утро. Сейчас Надежда там, Люба у нее, они утром к нам все бегут, и мы составляем молитвное правило. Один раз отвергнет себя. Он рассуждает все правильно. Но по отношению к себе не знаю, осилишь или нет. Один раз. Вот это слова Серафима Старбовского. Не хватает решимости. А решимость это ежедневный подвиг. Теперь говорить, что? Все испытывать. Что именно все испытывать? Полезно оно или не полезно? Я испытываю. Есть мясо полезное или не полезно? Вообще мясо, не свиное. Оказывается, у человека желудок, кишечник, все приспособлено к растительной пище. Почему? Да он был сотворен для растительной пищи в районе Ель. После потопа, только начали есть мясное. Это все исследователи показывают. Я тоже это прочитал в первый год, в 62-м году. Все. Это еще один толщок был. А про свиное не говорить не надо. Насколько оно вредно на желчный пузырь влияет. Особенно большие трактаты написаны у Елены Уайт. Великая борьба. Книга. У меня там несколько книг. У ее Адмитийца седьмого дня. Ты не веришь в это. Но ты не можешь не верить в статистики. В Америке самые большие долгожители Адмитийца седьмого дня. Вот и все. Правильное питание. Во всей Америке. И живут где-то на 12 лет больше, а больше, сколько есть. У них, конечно, спортзал, и всем занимается, но строго ограничено вот это, рамки питания где. Адмитийца седьмого дня. Да они и православные. Учить себя надо у них. А не горлопанить. Отвергнись в себя. А ты что-то любил такое, чтобы оставить? Да, я очень любил. У меня были такие продукты, которые я любил. Даже растительные. Я стараюсь их в рот не брать. Почему? А я их люблю, потому что. Я уже ударил по языку. Испытывай все и узнай, что полезно. И хорошего держись. А чтобы узнать, хорошее или не хорошее, люди говорят, ну испытывайте. Я хочу испытать, побы баптистам, анеговистам, узнать, хорошее или нет. Да ты конца жизни не испытаешь никогда. Жизни не хватит. Испытывай здесь, на бумаге. Посмотри, что от святых отцов говорят испытал. Они говорят, ересь погибельная. Почему еретики об ересе никогда не говорят? Ни одной проповеди ты не услышишь у них. А почему? Он еретик, он боится этого. Гор не говорит, украл, а взял. Вы слышали сегодня? Я говорю, как? За что сидеть? Машину угнал? Он на чужой машине прокатился. Он не говорит, что сломал, в окно залез, все вывернул, а не подмену слов. Нам запрещено это. Я чревоугодник. Прознеси однажды и начни бить по чреву. Смиряю, порабощаю тело мое. Смиряю, порабощаю. Рабом делаю его. Кого? Плоть. Почитая на Златоусте. На это проповеди какие. И ты увидишь, что подвиг еще не начинал делать. Все не в одном уступи, в другом, а потом руки раскинул, и ничего и нет. Многие бегут на аресталище. Ты слышал? Но получают награду один. И что делают? Бегите, чтобы получить. А как? Вот это в легионе, ты видел, как они не могут? По горе, по песку. Надо бежать. Надо бежать. Сойдет с дистанции, а он не нужен. Человек все равно не нашел бы. Один первый день вечером уже ударил. У меня в лагерь приехали пацанята. Я повел их на экскурсию. Показать пообедали. Я повел показать окрестности, пруды. Возвращаемся. Пошли 15 человек, вернулись 14. Один уже сбежал. Он сбежал. Но в отдел облаквечер вернулся. Но назад он все равно сбежал. Вышел на трассу и до Борнола доехал. Бабка меня встретила и говорит, я, наверное, отрублю ему ноги все-таки. Мы замучились, что сидит. Баба, не руби ему ноги. Это ваше детище. Ты в любом месте, где ни посмотри, и подумай, твои таланты могут быть там применены или не могут быть. Чтобы они как увидели это. Вот я в интернете работаю, ну и нападок много. Но бывают харизматы. Там баптисты, как они за меня заступаются. Ой-ой-ой. Я гляжу там, не на моем даже ролике, а где-то у себя там, прямо сражаются. Один показывает, ты посмотри, у человека жизнь. А другой ничего не видит. Но он же православный, он нас считает за еретиков. Да это может забыть. Из-за еретиков. Но посмотрите, что он говорит. Этого нигде не говорено было. Прямо сражаются. На меня с Куратовский то вышел и говорит, какой у вас авторитет тут большой в Америке, среди протестантов. А я им нигде не уступаю. Но они видят, что я их люблю. Когда мусульмане увидят, как любил отец Даниил Сысоев мусульман, обстановка будет другая. Я сразу сказал, за 2000 лет я не встречал никого, кто бы так любил мусульман, как отец Даниил Сысоев. Это его родина. Он жизнь отдал за них. Нет больше той любви. В любом вопросе, какой у тебя стоит, ты сразу начерти, это я, это мое я. Отвергни себя. Можешь ты отвергнуться, не в ущерб чему-то. Да, я должен отвергнуться. Ты любишь ездить. Большие скорости. Уменьши это дело. Это я люблю скорость большие. Как обрежье все пишет. На какой скорости гонял. Наконец скорость. Губернатор погиб у нас здесь. Евдокимов. Мэр города погиб, Баварин, скорости. 200 с лишним. Я читал про одного, Кокенаки был раньше. Николай, знаешь, этот испытатель с самолетом. И с ним корреспондент ехал, а что вы так тихо едете? Он говорит, скорости там. И Константин, говорит, показал на небо. Скорости там. Но я люблю. Вот это люблю и прищеми. О чем Серафим Саровский сказал. Люди не знают, что у Серафима Саровского не та, что вокруг тебя соберутся тысячи, спасутся. Это даже может не его фраза. Главная фраза стяжение Духа Святого. Цель жизни. Духа Святого угодно, чтобы мое Я оставалось. Не угодно. Поэтому я буду гнобить, давить и давить самого себя. Своё Я. Сначала начерти, что в него включается. Вот это испытание. Второй вопрос. Как испытывать всё? Каким методом? Разумом, который у меня дан, вот я, допустим, ну о чём бы не заговорили, о куриве, о табаку к курению. Я должен узнать медицинские данные. Вот к истинному православию там написано. На 12, сегодня, говорят, на 20 лет жизнь укорачивается, отравляет, делает пассивными курильщиками кто помещение. Какие деньги тратит на это? Я всё это должен был узнать. У меня там статистика сплошная. Откуда? Министерство здравоохранения. Ну просто мне дали эти данные. Виктор Андреевич, кажется, дал. И дальше, мне вот это нравится. И с чего моё Я состоит? Вот я с детства вспомнил. У меня всегда было желание вот это вот, коммунистам отомстить. Какие они изверги? Что они с моей Родиной сделали? У меня дух патриотизма был с 5-летним возрастом. Кто? Отец вложил. И когда Бог этот переворот мне сделал, я понял то, что я готовился. Это не моё. Моё то, что меня будут преследовать. Вот это. У тебя, может, не было переворота, а у меня я должен был всё. Три дня. Почему сидел в сабл в закрытом помещении? Это мой путь. Я вот обращаюсь, я тогда в интернете говорю, ты вот это место задаешь, ты его испытал? Нет. Я тебе отвечу, ты не поверишь. Ты добейся того, чтобы любой стих писания по тебе прокатился, зажал тебя. Ты тогда поймёшь, что там заложено в этом. Отвергнись себя. Я самым близким людям буду. У тебя ещё одно шага не сделало в этом направлении. Отвергнись себя. Без этого не можешь быть христианином. Познавайте самих себя. Исследуйте самих себя, верили вы. Значит, я не просто верующий, я причащаюсь. А испытывайте самих себя, верили вы. Самого себя. А я не могу. Найди таких товарищей, которые не будут тебя угождать и будут правду тебе в глаза говорить. Прими меня в друзья. Вот мой друг сидит. Настоящий друг. Каждую субботу, а субботу говорю, каждое утро звонит в 20 минут 5. 4.40. Я не знаю, Володя Анатолий узнаёт или как. Иногда минут на 5 попозже или запоздает, или что-то. Ну, каждый день. Сейчас смотрю, у меня 8 напился на непринятые звонки. Договорились, один раз он выполняет. А то друг может и так делать. Маленький. Ну, ещё позвонить. А я вижу, он любит меня. Он молится, он обо мне помнит. А я встал на молитве, я уже никогда его не забуду. Каждый утром даёт мне звонок. На мелочах, на этих, складывается твёрдый фундамент. Дружба. Испытывайте. Бумажный вопрос. Чуть проработаем. Сейчас бумажный. Что там ещё? Псалом 54.16. Да сойдут они живыми в ад. Там так написано. И вопрос, разве это не проклятие? Проклятие. Большое проклятие. Так 108 Псалом. Разве можно проклинать? Можно было. Это говорит Давыд за 1600 лет до Рождества Христова. И написано. Проклинающих меня, проклянул Господь, говорит. Проклятие, монапимы, они везде, это хорем еврейский. Везде звучало. Да будут они прокляты. Слово прокляты, довели в поисковик, посмотри, сколько раз. И Бог исполнял это. И проклял их, и лисеют. И сразу две медведицы откуда-то выскочили, и разодрали 42. Это проклятие было. И проклял их именем Иеговы. И все, 42 младенца лежат. Мгновенно. Мы же сейчас это читаем. А читая молитву, мы присоединяемся к ней. И что? Мы понимаем, что когда это написано. Вопрос хороший. Я когда читаю, я читаю. Я читаю. В пятом томе это место. И говорят. Это относится все к сатане. К дьяволу. К дьяволу. Его к слугам. К слугам его. И к слугам его, да. Вот и все. Но написано еще такое. Грешник, проклинающий сатану, проклинает самого себя. Еще надо подумать, лучше ли я сатаны. Когда я вам златоуст начинает доказывать, и говорит, люди хуже сатаны. Сатана не треболюбив. Он не обжирается нигде. Он пьяный не валяется. Есть качества сатаны, до которых нам еще достигать надо. Можно, да? Из этого следует, что, допустим, до Рождества Христова, то, что евреи читали Псалтирь, это все относилось к людям. К их врагам. В Новом Завете подумали, подумали, это мое мнение, священники, к людям это нельзя. Давай-то к сатане запишем. И стали сатану проклинать, что ли? Или людей? То есть, почему так? Переметнулись люди. Не, подожди. Я понимаю, что... Потому что всякое зло от сатаны. Да. И переходим на новый уровень. Тогда было так. Видели конкретно. Вот он Амалик, его надо уничтожать. А теперь это Амалик, Затаус говорит, мы за него молимся, мы его обращаем. И поэтому наша брань не против плоти и крови, уже в Новом Завете сказано, а против духов злобы поднебесной. Ну, написано такое. И сатану сокрушить вскоре под ноги ваши. А там обещано было, и враг ляжет перед тобою. Вчера утром один мне говорит, вот написано, ну, будут испытывать его, и воззовет он ко мне, я избавлю его. Это премудрость Соломона, вторая глава. А в другом месте написано так, что рак мой изъязвлен был, из Исаии берет. Ну, как же так, один и тот же Бог. Спасает он или не спасает? Я ему отвечаю. Там говорится о человеке, попал в армию, который там в больницу где-то, а это говорится о сыне Божьем пророчества. Он задает еще вопрос, я говорю, не искушай. А он сразу задает вопрос, а скажите, а кто кого искушает? Понимаете? Я должен был теперь показать, искушает сатана, Бога. И поступил к ему, к искуситель, как Христу, сделай камни. А дальше искушают люди, друг друга, не искушайте. Дальше. Я нашел, человек Бога искушает. Не будь как искушающий Бога, стоишь на молитве, Серафов говорит. То есть искушение человека человеком, человек искушает Бога, Бог искушает человека, сколько разных значений. Но смысл не совершает. Я ему это отвечаю, он сразу сидит. Я говорю, скажи, а где-то не согласен. Ты как мог до этого дойти? Ты уже вне церкви. Ты задаешь, ты первый вопрос только задал, я сказал, не искушай, и его тронуло. Ты не понял? Я сразу по первому твоему вопросу понял, что ты далеко-далеко зашел от истины. И он говорит, я очень хотел знать Библию. И много читал, не понимал, понимал неправильно. Потом я удалился, где-то там в сторожке был. Я стал читать, и теперь мне откровение, и я понимаю. И я больше не стал ему отвечать. Понял? Там закрыто. Все, что дал я ему, указания на сайт, на ютуб, все до этого. Все. Там я уже не нужен. То есть это та грасть, за которую я, ну, может быть, это неправильно будет, не могу пролезть. Ему это уже свыше, и поэтому мои слова просто человеческие, они не вызывают того доверия, которое то, что ему дух нашептал. Я ему теперь должен, только удалившись сказать, он почитает, что говорят святые отцы. У нас некоторые были тоже, печать нельзя ставить, щип, сейчас на первом почти месте у нас там стоит о признаках пришествия Антихриста. Сережа, все выставили о святых отцах. Что они про эту тему говорят? И говорят, тяжко погрешают те люди, которые называют печатью Антихриста до его прихода еще. Вы тяжко погрешаете. И там выставлено, ну, выставил Сергеев, там, от которой, вопрос этот, наверное, ну, один из, включая там сколько, 50 тысяч знаков, где-то, наверное, листа 4. Все святые отцы собраны. Материал громаднейший, это на нашем форуме. Все, бери, ты не веришь. Дальше я уже отошел. На эту тему я не могу говорить. Почему? Там сказал, что Ириней Леонский, Папе Римский, все святые сказали. Я могу только указывать. Вот сегодня, который ко мне зашел, и говорит, мы ваше все прочитали, все такое хорошее, но нам нужен ролик в 20 минут войти, потому что занятие наше все в 40 минут. Ну, православное все ваше принимает, но не принимает вот патриархии, где я там, ну, говорю то, что они сами то делают, гонят, и другие, по невзору-то. Хотя вы говорите, все правильно. И они, мне запрос сделать, тоже правильно. Они не доросли до этого уровня. А сказали бы, а тебе удается возможность говорить, но только не трогай. Я не могу этого. Я выступаю, и где-то приезжает краевое управление милиции, Алтайское краевое. И они мне как раз говорят, у нас сегодня нужно объяснить об экстремизме. Я говорю, ну, я задвену и вас. Ну, пожалуйста. Тогда я открыт. Он меня ездит на машине, у меня тема уже заготовленная. Экстремизм у нас развит в самом государстве. И что это слово означает где-то? Так они вышли, поблагодарили. Ты не угождай, ты открой, а он не примет. Да тебе не надо это решать. Ты только доверься Богу, а дальше результат будет тот, которого ты не ожидаешь даже. Вот этот, по Невзору, я не думал, что так быстро пойдут такие отзывы. Уже заказ проповеди. Не проповеди, а, ну, как роликов сказать. Чтобы видео было. Я сегодня уже буду готовиться. Вот так. Дарья, работу находят. Я хотел сказать, что Данит не 1600 год, а 1000. Так, что говорит? Тысячу лет до Рождества. Тысячу лет до Моисея. Да, это... Тысячу лет. В 98-м, там, Соломон вступил на Рождество. Да, в 940-м. Ну, не в 40-м только. Или в 60-м. В 960-м. Да, в 60-м. Сестра что-то задала. Так что... Маленький вопрос. Да, это я... Игнатий Тихонович, а вот помните, года три, наверное, назад, из харизматов Юра и сын его Юра принимали крещение в православии. Он сохранился у вас в общении или нет? А какой Юра? А! Да, конечно. Из текстантов, который пришел? Да, из харизматов. О, он такой благодомерный. Я не помню. Его фамилия Казанцев. Казанцев, да. Казанцев. Он очень благоговейный. Ну, просто благоговейный. Как он обращается, как спрашивает, он все получает и благодарит, и благодарит. Сына сразу он в приходскую школу определил. Относительно его священства я не знаю. Он говорит, один недавно, когда на меня вышел, тоже я так священником хотел быть, готовился, но меня не пропустили по годам. Но я пришел домой, конечно, как бы огорченный, а потом подумал, это не мое поприще. Я его утешил. Меня, я никогда не искал, а бежал от священства. На меня вот сидит за столом митрополит Виталий неоднократно, Иларион, там, Вильямин, все меня тащат быть священником. Я суметь доказать должен, что это не мое. Это не просто визу надеть, я теперь с чашей буду ставить. Это не мое. И они это поверили. Я сумел их убедить. Митрополит Виталий вот так помню, сидел и говорит, да, кое-где вам будет путь закрыт. Да, наверное, это не ваше поприще. И этот мужчина точно так же понял. Я ему пояснил, просто благодарен быть, что тебя не поставили священником. И приняли учиться на него. Четки. Мои, наступники. Игнатий Тихонович, помолитесь, пожалуйста. Спасибо. Евангелие определенно сказано, если ты вспомнишь в молитве, что на тебя кто-то имеет, положи дар, ну, то есть, дар твою молитву, и пойди примирись там, по интернету, по телефону позвони. Но нигде не сказано такое, что если вспомнишь, что ты имеешь. Это вообще вещь не допустим. Мы о нас так знают, гневаясь, и продолжаем молиться. Кого ты гневаешь-то? Когда ты вспомнишь, на тебя имеют. Это на молитве уже. До этого него, когда на молитве устал, вдруг осияло. О, а на меня он зря. А могу я его? Но я один раз попросил прощания, он не прощает. Больше тебе ничего не надо. Он говорит, не примиримый. Павел говорит, будьте со всеми в мире, если возможно, с вашей стороны. Но если возможно, оно невозможно. Он говорит, а ты ни коньянин, я с тобой не хочу, и не примирюсь никогда. Вы считаете, что три перста что-то значит для Бога. Я не могу по его не сделать никак. Я реально говорю, конкретно, в моей биографии. Я так, немного в сокращенном виде. Боже, милостью будни грешному. Создав имя Господи, помилуй меня, обесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешным и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в ныне, и очисти меня от всяких скверных. И спаси блажьи души наша, святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресне и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы заставляем ложьяком нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь, ибо Твоя сила и слава во веки, аминь. Слава Тебе, Господи, за этот день, за величие и милости Твоей долготерпения, прости, если в чем погрешили в рассуждениях наших, покрой милостиво, и не имени нам этого греха, мы вспоминаем о родных и близких, не познавших Тебя, обрати их, Господи, пошли к ним, добрых свидетелей Твоих. Помоги нам в изданиях книг, и в этом путешествии благовестия, если от Тебя, устрои все как угодно, ибо мы немощные, нищие, у нас нет ничего. Защити это место, благослови правителей страны нашей во всем мире, продли это мирное время, и патриарха, подай им в разумление поступать честно, справедливо, и всякое зло удали их от них. Господи, утишь и ярость священников, воюющих против благовестия, обрати их на путь спасения, и от Твоего Александра, воюющего со священством, обрати на путь покаяния, не дай ему погибнуть. И о ком мы согласились молиться? Германа Михаила, Людмилу Карена, обрати. Жалься над нами, Господи, да будет между нами мир, любовь и согласие. Хвала Тебе и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Богу нашему слава. Во веки. Во веки. Аминь.